Вчера федеральные телеканалы сделали вид, что не заметили этих антисемитских массовых беспорядков на Северном Кавказе, а сегодня у пропагандистов уже появилась методичка и даже единая линия объяснения. В России говорят «нерушимая дружба народов», а в протестах виновата именно Украина. Как вы считаете, что же все-таки вчера произошло в Дагестане? Это Кремль дал отмашку на разгул антисемитизма на Северном Кавказе? Вы знаете, мне кажется, все гораздо сложнее и это все неожиданно. Неожиданно, я думаю, что для вообще большинства думающих людей, наблюдающих людей, поскольку, конечно, антисемитизм голову в России поднимает. И, конечно, что поднимает антисемитизм голову не только такой бытовой, низовой, но еще это вполне себе одобряется сверху, поскольку мы с вами прекрасно знаем и помним, что всегда в Советском Союзе, несмотря на интернационализм и так далее, всегда были бытовые анти. Фобии были. Конечно, номер один был антисемитизм, анекдоты про Рабиновича, разумеется. Потом были кавказские анекдоты про Кавказцев, анекдоты про Чукчей и, конечно же, анекдоты про украинцев. Но с украинцами другое. Я бы их разделила, например, на две категории, но это вообще отдельный большой разговор. Анекдоты, которые отражали реальное настроение и предвещали то, что в конце концов и случилось. Помните, цветочки нехай взянут, лишь бы пулемет не заржавел. Да, реальная картина, я бы сказала, сопротивление в анекдотах. И вторая вещь, вторая категория, которая пародировала якобы присущие нации черты. Не знаю, про поросёнка на костылях, условно говоря. И вот это не считалось антисемитизмом анекдоты про евреев, не считалось украинофобией анекдоты про украинцев. Нет, такие выражения типа «какая милая хренька». А что такого? А что такого-то? Что я заказал такого-то? А что? Нельзя раз так говорить? То есть, что это уничижительно, что это так нельзя говорить, очень мало кому приходило в голову. То же самое было с еврейским вопросом, всё ровно то же самое. Ну, плюс ко всему ещё, конечно же, проблема при поступлении в институт, пятый пункт и так далее, и так далее. Алия, эмиграция. И опять во всём евреи виноваты Чубайц, покушение с Квачковым, русский мир и так далее, и так далее. И вдруг выяснилось, что антисемитизм в России равен звериной украинофобии. Вот эта милая бытовая украинофобия от хорошенькой хохлы перешла к… И оказывается, точно такое же движение проделал и антисемитизм. И поскольку рядом с украинофобией, с антисемитизмом шли ещё антикавказские бытовые фобии, в общем, теперь можно ожидать и их, особенно после погромов именно в Махачкале. И тогда, когда произошли ещё события вполне себе антисемитского толка в Карачаево-Черкесии, в Кабагин-Блакаре, тоже рядом, началось всё оттуда. Но вы знаете, сегодня социолог и антрополог Александра Архипова опубликовала несколько таких вот бытовых зарисовок в пабликах ещё от середины октября. И в самой середине октября, числа 17-го, по Ульяновску ходили слухи, что туда, в Ульяновск, будут отправлять раненых евреев из Израиля. И Ульяновск готовился встретить эти якобы эшелоны с якобы ранеными евреями, как кобра, да? Ещё чего, значит, не хватало. Почему, откуда? То есть это, ну, это бред. Эшелоны, раненые евреи, Ульяновск, ну, бред, совершенно очевидный бред. Тем не менее, в паблике это шло. То есть совершенно понятно, что никакие израильтяне в здравом мире твёрдой памяти никогда не соберутся переезжать в Дагестан. Всё происходило ровно наоборот. Но слухи о том, что приедут евреи и отнимут землю, ну, это самое невероятное. И понимаете, я сегодня перечитывала знаменитый эссе, знаменитый эссе Короленко, 1913 год, Киев, арест дела Бейлиса, обвинённого в том, что он убил и выпил христианского младенца. И, собственно, Короленко пишет, как это может быть в Киеве. В 1913 году вот эти средневековые абсолютно представления, то, что прошло 110 лет, это не Киев. Я думаю, что в Киеве это невозможно. И вот это вот, только соединённые антисемитизм, удивительным образом соединённые с украинофобией. Это какая-то адская смесь. Я просто думаю, что средневековье наступает на страну. Оно наступает по всем направлениям. Не выбирает, что... Знаете что, давайте у 25% населения не будет канализации, у 23% не будет водопровода, 50% будут верить в, я не знаю, в Кашпировскому и пропагандистам с каналов там хорошо будет верить 70%. А вот здесь вот будет 21 век. Нет, конечно. Если погружаться в мрак средневековья, то погружаться, конечно, сразу всем. Сразу всем телом страны. И понимаете, в чём дело? Что страшно? Вот мы с вами знаем и ждём, конечно, что рано или поздно, мы говорим, давайте говорить в эфире, так как мы говорим в жизни, мы ждём, что Путин... Путин рано или поздно это случится, скорее, скорее, рано, мы на все надеемся. А сдохнет ли с этим средневековье? Оно никуда не денется. Оно никуда не денется уже. Оно, знаете, как чернила перемазали, страну, и уже не отмыться, уже это не возьмёт никакая химчистка, это уже въелось, это уже всё. И, понимаете, очень и очень долго соседам близким, соседам Украины будет совершенно средневековая страна. И многие выходцы из русскоязычных территорий, уехавшие в Израиль или получившие израильское гражданство, в разных странах будут в ужасе смотреть на место своего происхождения. И то, что, конечно, случилось ночью в Махачкале, и это объяснение, что во всём виноваты я скажу именно так, как говорится в России, это при всём при том, что в соседней республике, в соседней республике, в Чечне создан батальон имени шейха Мансура, который, собственно, всю свою жизнь вырезал и боролся с русскими на Кавказе. Это вот нормально. Патриот своей страны Степан Андреевич Бандера, он, значит, вот теперь громит евреев в Махачкале. Удивительно, удивительное отсутствие не то чтобы логики и информированности, но это действительно салемские ведьмы. Я сегодня в эфире говорила и с социологом Игорем Эйдманом, и он тоже сказал о том, что телеграм-каналы, ну сколько там в Дагестане, ну несколько тысяч, может, и читают, но в основном уже все смотрят телевизор, а мы видим, что сейчас рассказывает российская пропаганда о том, что, ну, сплошной антисемитизм. Вот как вы считаете, это всё стало ключом того, что произошло? Или как они теперь будут сейчас подавать эту информацию? Ну, понятно, что будут говорить, что это всё Украина, но поверят ли им? Ну, вы знаете, неисчислимые, неисчислимые преступления украинцев. Украинцев, конечно, против России, разумеется, чего бы нет. Понимаете, действительно, действительно, чем нелепее ложь, тем, конечно, люди стараются в неё быстро поверить. Мы русскоязычная, там, выходцы из России, в эти выходные мы обсуждаем, конечно, интервью Юрия Дудя с Викой Цыгановой и её мужем, конечно, ну, да, вот в этой бездонной пропасти, в этой бездонной безголовости у неё можно поместить всё, что угодно, вообще всё, что угодно. И, конечно, если прошлым героем был Оскар Кучера, с такими же точно представлениями о реальности, то вот, да, вот раз в год Дудь нас возвращает к реальности и просто показывает, и просто показывает какую-то часть российской элиты, вот она такая, вот она такая, туда уместится всё, что хотите. И это уже не изменить, вот в этом проблема. По поводу мятежа, да, получается, что каждые 4 месяца теперь в России мятеж, в июне был Пригожина, теперь антисемитский в Дагестане с захватом аэропорта и опять недееспособность силовиков. Вот как вы считаете, почему они бездействовали? Хотя вот сейчас вижу, что вот буквально, когда мы с вами разговариваем в украинских телеграм-каналах, показывают документ, который говорит о том, что погромы и вчерашние события организованы усилиями ФСБ. То есть они решили воспользоваться ситуацией? Возможно, вполне возможно. Но то, как действовала государственная машина и в случае с мятежом Пригожина, и в случае с погромом аэропорта государственная машина выглядела, конечно, одинаково. То есть её не было. Она была картонной. Но вы знаете, что мне кажется, вот картинка, картинка вот эта ночная, когда толпа раскачивает автомобиль ДПС, по-моему, Дорожно-патрульной службы, раскачивает аэропорт или на взлётной полосе. И мне кажется, это лицо творение собственно государственной машины российской, в том числе и силовой. То есть она как бы есть, но её довольно легко опрокинуть, взять на руки и совершенно никого это не впечатлит. но я понимаю, почему здесь может быть ФСБ, потому что после провала Пригожинского мятежа, когда было понятно, что народ не собирается выходить и защищать Путина, вот этот вот протест народный, я думаю, что решено канализировать. А канализировать как? Как? Кто виноват во всём? Совершенно понятно, что украинцы, да? Но просто этой мантре уже скоро будет 10 лет, что во всём виноваты украинцы. Кто-то ещё же, наверное, должен быть виноват, ну, конечно, евреи. Если в крайне нет воды, это всё понятно, да, естественно. То есть опять во всём евреи виноваты, безусловно. Это очень хорошая не смена парадигмы, что во всём виноваты украинцы, а вторая ножка у табурета, я думаю, что будет и третья ножка у табурета. Если антисемитизм не пройдёт, хотя чуть он не пройдёт, очень даже пройдёт, я думаю, когда понадобится, включат ещё и третью ножку в кавказское настроение. Ну, а Чукча, я думаю, пощадит. Аналитики Института изучения войны пишут о том, что штурм аэропорта Махачкалы и другие антисемитские выступления и погромы в Дагестане подрывают текущее усилие Кремля представить Россию как якобы религиозно-толерантную страну. И ситуацией этой могут воспользоваться ряд российских силовиков, тогда как некоторые военкоры, они уже обеспокоены тем, что риск превращения антисемитского бунта в Дагестане во внутренний, антироссийский, он велик. Как вы считаете, вот эти еврейские погромы, какие они могут иметь последствия в самой России, и может ли это действительно перерасти во внутренний конфликт? Ну, вы знаете, вот, собственно, прошло достаточно уже много времени для того, чтобы, например, глава страны сделал какое-то заявление по этому поводу. Никакого заявления нет. И опять же, я все время вспоминаю, наоборот, заявление Путина по поводу Зеленского, что вот позор еврейского народа, плохой еврей и так далее, и так далее, и так далее. Слово «еврей» оно всегда как-то превалировало. Хотя, мне кажется, тут больше в Украине, чем в Зеленске, еще поискать. Но это не так важно. Тут мое мнение, роль никакой не играет. Но Путин молчит. Хотя всегда именно он считался человеком, который… Которого можно обвинить, почему могу, только не в антисемитизме, а мы же наблюдаем его в последние годы, слышим. И он очень быстро, он очень быстро прошел этот путь, просто скоростной, вот действительно от бытового антисемитизма. «А что такого?» «А что такого он сказал, что Чубайс Мойша Израилевич?» «А что такого?» «Ничего ж такого». Ну, антисемитские шуточки. Ну, Лавров там тоже себе позволяет. Ну и что? Вот Лавров сказал, что Гитлер был евреем. Ну, подумаешь, ну, это такая вот милая шутка. Это всё было в течение года. И молчание сейчас – это очень громкое молчание, очень громкое. Я уверена, что в итоге там какие-то звуки будут извлечены, но вот эта пауза – самое громкое, что было слышно за последнее время. Мне кажется, это действительно показатель, да, ну, кто сейчас Россия, зачем сейчас Россия, и за кем, кому помогает. И плюс вспомним, что на прошлой неделе хамасовцы прилетали в Москву, где встречались с Лавровым и другими путинскими чиновниками. Вот, кстати, если даже анализировать эту встречу и то, что сейчас происходит, вы здесь видите какую-то связь? Да, конечно, конечно. Народ видит прекрасно, с кем контактирует начальство. И какое начальство настроение. Начальство настроение поддерживать Хамас. Вот именно не Палестину, именно не сектор газа, а поддерживать именно конкретно Хамас. Потому что приехала не Палестин, а приехала Хамас. И совершенно понятно, что у руководства, у начальства, у царя и бога у него настроение антиизраильское. Антиизраильские, значит, какие антисемитские? Ну вот, да. Я напомню, что именно в Дагестан приехал Путин снять напряжение, снять стресс после мятежа Пригожина. Именно сюда, понимая, что здесь его в любом случае будут носить на руках, особенно женщины и дети. Что и случилось. И вот теперь, собственно, этот же самый, с позволения сказать, народ, ну вообще население, это же самое население, тоже в передвеках, тоже делает то, что, как им кажется, хочет Путин, хочет начальство для утешения. А Путину это выгодно в преддверии выборов? Ну, вы знаете, я думаю, что ему это точно не навредит, потому что в конце-то концов, что называется, между нами говоря, еврейского населения в России осталось не так уж и много. Это во-первых. Во-вторых, те, что есть, все-таки большая часть каким-то образом встроена во власть, как, например, тот же пресловутый Евгений Становский. И я не хочу это применять, конечно, ко всем, разумеется, нет, но согласитесь, что эмиграция за последние годы была очень-очень и очень большая. И согласитесь, что тоже народ приспосабливается вот, поэтому антисемитизм как черносотенный популярный лозунг, а путинская команда, команда хорошее слово, путинская шайка, путинская шайка, она все больше и больше отдает черносотенным оттенкам, если послушать Володина, если послушать этих генералов типа Гурулева, конечно, это черносотенная шайка. Народу это нравится, народу это нравится. Это низменные чувства всегда. Ну, вы знаете, журналисты знают, рекламщики знают, что есть несколько рэперных точек, когда покупают один заголовок и не покупают другой, узнают продавцы обложек журналов, какого цвета обложка не продается, там не продается зеленое и коричневое, продается белое. И мы знаем, что очень хорошо всегда продается секс, очень хорошо продаются деньги, но есть вещь, которая продается лучше, чем секс, чем деньги, это Бог. Всё, что связано с религией, с Богом продается даже круче, чем секс. эти вещи связанные, да, это религия, взгляды, конфессии, и просто люди умеют это продавать и продают именно вот в этом, в этой самой безупречно упакованной формулировке, да, «Бей жидов, спасай Россию», да, то есть это ходовой товар, которые сейчас впаривают. Стыдно быть таким? Да позвольте, Господи, чего они ещё не сделали такого, за что может быть стыдно? Уже всё было, уже всё было, ни разу не было стыдно. Теперь антисемитизм. Стыдно? Нет, не стыдно. Нет, а что? А что? А всё остальное не стыдно, что ли? Нет.